Добрый день дорогие друзья, с вами Сканер, а это значит, что вы смотрите второй выпуск Дайджест новостей от Макси Профит. В этом выпуске вас ждет обзор трех десятков монет, которые проявят себя на предстоящей неделе. Предлагаю вам проследить взаимосвязь с предстоящих событий с ценами активов, о которых пойдет речь сегодня. Ну а чтобы не пропустить наш очередной выпуск, подпишись на канал и пошевели колокольчик. А мы поехали. Понедельник, 12 июля. Кава запустит тестнет своей SWAP платформы. В начальной версии будет возможно провести обмен BTC, XRP, BUSD, USDX, Кава, HART и SWP. SWP это токен KavaSwap, который пользователи будут получать в качестве награды за предоставление ликвидности и за помощь в тестировании сети. Зарегистрироваться на тест вы сможете на официальном сайте платформы уже сейчас. Landify закончила тестирование и запустит основную сеть на Binance Smart Chain. Протокол Landify будет обеспечивать торговлю с использованием заемных средств и обеспеченное кредитование для рынков криптовалют. Используя модель займа с частичным обеспечением, Landify способствует установлению доверительных отношений между кредитором и заемщиком, которые регулируются протоколом для устранения риска контрагент. Сеть SILO запустит стейкинг-платформу, а уже через неделю, с 19 июля, начнется эпоха, в которой пользователи начнут получать награды за свои депозиты. Компания, разработавшая и внедряющие датчики для учета покупателей в розничных магазинах, Nucleos Vision, обновит свою техническую документацию в этот понедельник. SparkPoint совместно с AirCon проведут AMO-сессию в телеграм-канале SparkPoint, где разыграют 1 BNB и 1 миллион токенов AirX. В феврале 2021 года команда Particle заметила несоответствие в своей сети. В обращении находилось больше монет, чем следовало. Хакер, что обнаружил уязвимость в коде, создал некоторое количество монет из воздуха и реализовал их на рынках. Уязвимость была устранена экстренным обновлением, а в этот понедельник произойдет хардфорк сети Particle, в котором последствия взлома будут нейтрализованы. Обменник StealthEX у себя в телеграме проведет AMO-сессию совместно с Hive, в рамках которой авторы 10 лучших вопросов получат по 25 токенов Hive. Также Gala Games проведет AMO-сессию с новым разработчиком, который присоединяется к экосистеме Gala Games. Речь пойдет о разработке новой 3х3 моба-игре на базе блокчейна. DeppCoin запустит стейкинг токенов Depp в своем кошельке. До 15% годовых можно будет получить за свой депозит от платформы PlayMining. Из-за недавних проблем с подключением одноранговых узлов, Pack Protocol выпустит обновление кошелька и ядра системы. Листинги на биржах, ожидающие нас в понедельник. На бирже BitMart добавится пара Alpaca USDT. На бирже Bitru добавится токен ROPE. Bitfinex добавит ICP, интернет-компьютер. DGfinex добавит SmartCoin. А LBank добавит Keanu Uni. Вторник, 13 июля. Band Protocol проведет обновление основной сети до фазы 2 с кодовым названием Laozi. В обновлении будут добавлены 3 основные функции. Это функция потоковой передачи доходов для поставщиков данных, функция кросс-чейна, протокол связи между блокчейном, и оптимизация пропускной способности. Увеличение количества запросов на блок в 8 раз. SmartKey совместно с одной из крупнейших корейских крипто-групп Bananotok проведут амма-сессию для корейского сообщества в Телеграме группы. Листинги токенов во вторник. SparkPoint будет представлен на 10 лучших биржах по рейтингу CoinMarketCap. Биржа Kraken запустит у себя торги сразу 4-х активов. Axie Infinity, Chilis, Origin Protocol и Perpetual Protocol. Биржа BitMart откроет торговлю токенами TacoCat и Dentacoin. Биржа Crypto.com проведет распродажу 50% скидкой монеты MATIC. Для участия необходимо иметь минимум 300 токенов в CRO на бирже Crypto.com и подписаться на распродажу в своем личном кабинете. Среда, 14 июля. Биржа Crypto.com запустит в фазу 2 обновление своей сети Crypto.org Chain, в которой запустят Ethereum Virtual Machine, что даст возможность запускать приложения и смарт-контракты в цепи. Также было объявлено о формировании фонда для поддержки проектов, основанных на Crypto.org Цепи, в размере 100 миллионов долларов. Не менее 100 проектов при этом получат до 1 миллиона. Поэтому ждем в ближайшее время всплеск новых проектов в их обновленной сети. Новая платформа социальных финансов OutBit объявила о запуске Freeway площадки для инвестирования. На их сайте вы можете присоединиться к списку ожидающих, а также к системе поощрения заранней доступа. Протокол двухфакторной аутентификации Child Protocol начнет работать с Polygon Matic. Теперь вы сможете сохранить и сделать бэкап ваших кодов 2FA на Polygon. На площадке TrustSwap пройдет распродажа токена от Bain.com. Bain.com это система доставки товаров и еды на базе блокчейна. Новый блокчейн протокол призван поднять стандарты доставки на новый уровень, используя модели P2P, такие как Uber и Airbnb для снабжения и логистики. Golem Network проведет AMO-сессию в Reddit, где расскажут о своих успехах за последние 2 месяца. Четверг. 15 июля. Fetch.ie утром проведут заморозку смарт-контрактов на размещение FET в сети Ethereum для последующей миграции. А уже вечером обещают закончить обновление сети и перенос токенов в обновленную сеть. 16 июля. 16 июля запустится мост для перевода токена. Unicly.io запустит первый маркетплейс, позволяющий создавать и торговать токенами NFT с возможностью их материализации в реальном мире. На данный момент можно создать уникальные футболки и худи с последующей перепродажей или использованием. XLM Stellar проведет презентацию в рамках Stellar Development Foundation за первое полугодие 2021 года. Они расскажут о росте сети Stellar, а также о стратегических достижениях за последние месяцы. Фонд NFT-B будет сжигать 100 тысяч токенов NFT-B каждые 2 недели, начиная с 15 июля в течение 10 лет. В общей сложности 2,4 миллиона токенов будут сожжены в год, что составляет почти 2% токенов, принадлежащих NFT-B Foundation. Index Cooperative – децентрализированное сообщество по управлению активами, создавшее ETF DeFi Pulse Index, проведут конференцию в Нью-Йорке на тему перспективы децентрализированных финансов. Среди приглашенных будут представители Aave Protocol, DYDX, PoolTogether и TheBlock. Листинги в четверг. BONE стартует на ProBit и GAMMI увидит свет на BitMart. В пятницу, 16 июля NFT-B запустит пул отдельных активов. На начальном этапе будет доступно 3 пула. На 2 месяца под 30%, на 4 месяца под 40% и на 6 месяцев под 60% годовых. Суббота, 17 июля. Horizon продолжит свое шествие по Китаю и выступит в рамках Horizon Chinese Roadshow в Пекине, после чего отправится покорять Шанхай. Ну и для тех, кто досмотрел выпуск до конца, бонусная новость. В конце предстоящей недели, а именно с 15 по 18 июля, должно произойти сжигание токенов BNB, о чем в своем твиттере сообщил CZ, CEO биржи Binance. Последнее, 15-е сжигание токенов было 16 апреля этого года. Было сожжено почти 1.100.000 токенов на сумму 595.000.000 долларов. А на этом у нас все. Благодарим за просмотр. Ждем вашей обратной связи в комментариях и в нашем телеграм-канале. До новых встреч!